Спонсор выпуска ЧП-65 – строительно-риэлторская компания «Выбор». Полицейские задержали 25-летнего сахалинца, получившего посылку с наркотическим средством. Установлено, что в декабре молодой человек при помощи мессенджера вступил в переписку с куратором подпольного интернет-магазина. Подозреваемый получил детальные инструкции, согласно которым содержимое, отправленное на его имя посылке, он должен был впоследствии расфасовать на дозы и разложить в тайники. Но довести этот план до конца ему не удалось. Парень получил посылку, а распаковка проходила в присутствии оперативников. В ящике находился пылесос, начиненный с запрещенными веществами. Смесь содержала в своем составе производное наркотического средства N-метилофедрон. Общей массой 176 грамм. Баня загорелась в одном из южносахалинских СНТ. К моменту прибытия представителей пожарно-спасательного гарнизона огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. На полную ликвидацию пожара понадобилось около двух часов. Пострадавших нет. А в селе Чехов на улице Северной произошло сгорание на крыше четырехэтажного жилого дома. Пламя охватило 20 квадратных метров. В тушении участвовали 6 человек и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются. Одна маленькая ошибка может стать причиной большого несчастья. Избежать беды можно только соблюдая важные правила. Не допускать перегрузки электропроводки одновременным включением в сеть нескольких электроприборов большой мощности. Не использовать выключатели и розетки, имеющие треснувшие корпуса и следы копоти. Уходя из дома, выключать электробытовые, газовые и нагревательные приборы. Ваша безопасность в ваших руках. За прошедшую неделю подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области реагировали на 20 происшествий, в том числе выезжали на 16 пожаров, из них 6 в жилом фонде и 10 в нежилом. На произошедших пожарах пострадал один человек. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области выезжали на ДТП один раз, на котором пострадал один человек. На водных объектах области происшествий не произошло. За прошедшую неделю произошло одно землетрясение и два пепловых выброса на вулканье Бека. Уважаемые жители и гости Сахалинской области, помните, ваша безопасность, ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб 112. Миллион перевел мошенникам жительного Троицкого. Аферисты сначала связались с ним через взломанный аккаунт бывшего начальника мужчины. В сообщении говорилось об утечке персональных данных. Потом гражданину поступил звонок от ЛУДЖ сотрудника правоохранительных органов. Подключился к психологической обработке и участник схемы, который выдавал себя... за сотрудника банка. Потерпевшего убедили снять все сбережения и положить их на безопасный счет. По похожему сценарию была обманута и 72-летняя жительница областного центра, пытаясь спасти сбережения, которым на самом деле ничего не угрожало. Женщина потеряла 500 тысяч рублей. В обоих случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия. Подозреваемый мошенничестве задержан в Южно-Соколенске. Речь идет о ситуации, которая произошла в июне этого года. Потерпевший хотел приобрести бинокль и подходящее объявление нашел в специализированной группе. Продавец попросил перевести деньги за товар и доставку. В общей сложности 4400 рублей. Выполнив свои обязательства, покупатель так и не дождался посылки с оптическим прибором. Попытки навладить связь с участником сделки успехом не увенчались. Сотрудники полиции выяснили, что к афере может быть причастен 28-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Факт фиктивной регистрации иностранцев выявлен в Рейдово. Согласно материалам возбужденного уголовного дела, жительница этого села, являясь собственником квартиры через МФЦ, предоставила заведомо ложные сведения и осуществила фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан. В полиции считают, что женщина не имела намерения предоставить им жилое помещение для фактического пребывания. Расследование дела продолжается. Санкции инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова